Повестка дня очередной сессии небольшая. 11 основных вопросов и 3 дополнительных. Больше говорили о городском бюджете. Благодаря олимпийским проектам денег пришло даже больше, чем планировали. А вот с расходами не все так гладко. Есть отставание с освоением бюджетных средств. У нас заложено по бюджету и строительство, и дороги, и масса других вопросов, и те же наказы, и все остальное. Если у нас сегодня по итогам 7 месяцев идет освоение по расходам, что в торгах, я говорю по факту, по кассовому, где-то порядка 30%, чуть более, это очень маленькая цифра. Я понимаю, что к сентябрю за 9 месяцев она может быть выровненцем, потому что многое находится на конкурсах. То, что мы не видим отражения по кассе на сегодняшний день. Мы хотели понимать, почему тормозится процесс, почему процесс не идет, когда у нас есть деньги в бюджете, мы их не осваиваем. К этому важному вопросу депутаты вернутся в сентябре. Будет заслужен отчет каждого управления администрации города о расходовании бюджетных средств. А 16 августа на очередную сессию городского собрания народные избранники будут обсуждать работу департамента ЖКХ. О том, как и насколько быстро устанавливаются общедомовые приборы учета в Сочи, расскажет заместитель главы города Евгений Горлов. Мы раз мы запрашиваем 13-й год, мы говорим о 14-м годе, и конкретики я, к сожалению, всего не услышал. Я попросил Горлова, чтобы на 12 августа на сессии, чтобы он поприсутствовал, и в разделе «разные» он назвал четкие, понятные цифры, сколько, где и когда будет установлен данный прибор. Сегодня депутаты проголосовали за внесение ряда изменений в устав города и за поправки в положении о почетном гражданине города Сочи. Депутаты считают, что такое высокое звание должны получать люди, не просто много лет проработавшие в городе, а те граждане, которые прославили Сочи или помогли курорту стать более успешным. Сегодня же был утвержден план работы депутатов на второе полугодие. Впереди работа по законодательным инициативам, касающимся смамульного строительства, выделения земельных участков нуждающимся, развития генерального плана и в целом Сочи как главного курорта страны. Елена Всецина, Борис Осин, телекомпания ФКТ.